Продолжение расходов При поступлении от нефти и газа возможны три потенциальных сценария. Первый – это увеличение дефицита, который надо будет, конечно, покрывать печатанием денег, что приведет к повышению инфляции. Второй путь – это повышение налогов, которое увеличит доходы бюджета до уровня раздутых расходов. А третье – это сокращение ряда расходных статей ради более приоритетных, что неминуемо приведет к ожесточению драки между текущими едоками бюджетного пирога. Главу Минфина поддержал помощник президента Орешкин и призвал составить список бюджетных трат, которые неэффективны, и назвал контрпродуктивным для экономики увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Глава бюджетного комитета Думы Макаров не поверил в сокращение расходов, назвав вполне вероятным достижение дефицита бюджета в текущем году отметки в 5,5 или 6 триллионов рублей вместо запланированных трех, то есть в два раза. И пытаясь добиться участников дискуссии ответа, откуда же брать деньги. Тут глава Банка России Набиулина предупредила дискутирующих, что властям в ближайшие годы придется выбирать между сокращением расходов и повышением налогов, чтобы, видимо, на печатание денег Центробанком господа хорошие даже не рассчитывали. Дефицит бюджета в январе-майе составил сейчас, по данным Минфина, 3,4 миллиарда рублей, уже превысив план на этот год в 3 триллиона рублей. Дмитрий, вот из этой дискуссии мы видим, что неизбежное и неотвратимое столкновение политических хотелок с экономической реальностью порождает на редкость здравое мышление чиновников-технократов, которые обеспечивают выполнение этих желаний, ну а также неизбежный жесточайший конфликт интересов за бюджетные ресурсы и необходимость кем-то жертвовать в этой ситуации. Конечно, проблема бы эта автоматически исчезла бы из дискуса, если бы никакого госбюджета не было, и проблема балансирования своих доходов и расходов миллионы бизнесов и десятки миллионов домашних хозяев решали бы самостоятельно. Ну тогда и власти государства над ним пришел бы конец. Понятно, что политические желания в данном случае, конечно же, оплатят население и бизнес, которым объяснят, что это на самом деле были их желания, которые те, кого мы ошибочно называли государством, просто выполняли. И это будет, кстати, недалеко от истины. Как же будет решаться бюджетная проблема России в оставшиеся полгода? Оставшиеся полгода у нас с вами есть точка следующего расчета для наших зрителей исключительно, что как раз первая-вторая декада октября – это момент, когда стакан мер должен быть изменен. Если сейчас мы видим один, вернее, точнее, два инструментария – это первая девальвация рубля и влезание в карман крупных компаний, то лето пройдет сейчас, июль, шансов на то, что доллар чуть-чуть вернут к нормальному состоянию, то бишь ослабит ниже 80, он присутствует. Но мы с вами понимаем, что это история временная, поэтому если вы хотите на этом деле поспекулировать, вы можете сыграть в июльские легкое ослабление. Если таковое произойдет, подчеркиваю, здесь множество факторов неизвестности. В первую очередь, конечно, СВО. И вторым моментом для наших граждан, должно быть, Евгений абсолютно верно подметил, что когда у нас существует бюджет, ну, не очень понятно, что такое бюджет. Чей он, этот бюджет? Он ваш? Нет. Он народа? Нет. Он, как правило, чиновничество в виде религии под названием государство, собирает со всех то, что мы ошибочно называем налоги, а потом распределяет якобы для народного блага. Хочется сказать, может быть, стоит не забирать и оставить деньги народу, и он сам как-то распределит это. Как будет покрываться дефицит? Дефицит. Я думаю, что как раз в октябре по моим расчетным моделям будет дополнительное ослабление рубля, не очень значительное. Будет допечатка денег. Плюс как раз в октябре после окончания выборной кампании, она у нас с вами 10 сентября, будет тряска крупняка на дополнительные взносы. Вот. Плюс трансферт из скрытых компаний. Что я подразумеваю под скрытыми компаний? Это термин, который я был вынужден ввести в обиход, потому что сейчас все нефтегазовые государственные так называемые доходы оседают в печатях, которые ранее существовали, то есть они не возникли вот вчера, они присутствовали в финансовой отчетности многих компаний нефтегазового сектора, там образуется дополнительная прибыль. Помните прошлый год, когда Силуанов нашел легким движением руки два с лишним триллиона рублей? Ну, казалось бы, два с лишним триллиона, они же на дороге не валяются, они не напечатаны. Поэтому, когда мы говорим о тех бюджетных дырах и вот тех просерах, называя своими именами, наши власти крайне-крайне изобретательны в своей методологии решения бюджетного дефицита. Считайте чиновничьего дефицита, потому что бюджет — это исключительно их деньги, а вам с барского плеча что-то со стола перепадает, не более того. Как только вы перестанете бюджет воспринимать, что он ваш, все станет в понимании на свои места. Он не ваш, он их чиновников, стоящий на вершине пирамиды религии под названием государство. Завершил свою работу Петербургский экономический форум, наименее представительный за всю свою четвертьвековую историю, но, как и всегда, с ценами на билеты по стоимости автомобиля. Главным номером программы было выступление человека, похожего на Владимира Путина. Он сделал ряд заявлений, а именно, что Россия устраивает цены на нефть, что она постепенно слезает с нефтегазовой иглы, что государственные финансы в целом сбалансированы, но есть небольшой дефицит текущей федерального бюджета, что стремление выпускать всю продукцию в мире в России отсутствует, и что она не сворачивала на путь самоизоляции, что в 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, не призвал создать в России экономику высоких зарплат, что половина уехавших из России в прошлом году уже вернулась, вообще назвал эффективной выбранную в прошлом году экономическую стратегию, подчеркнул, что здравый смысл, энергия, бизнес, объективные рыночные законы в мире работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура, что у России нет и никогда не было цели дедолларизации российской экономики, что все страны уже давно попали в зависимость от Китая, и в этом нет ничего страшного. Глава Банка России Набиулина там же заявила, что российский бизнес развивается сегодня по сценарию ускоренной адаптации, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался, но что Россия может вернуться к плановой экономике, из которой она никогда по сути и не выходила, добавим мы, в результате кризиса, который спровоцировало военное вторжение России в Украину. В правительстве не отвергают идею Госплана полностью, хотя рыночный статус российской экономики закреплен в Конституции, при этом большинство руководителей российских промышленных предприятий поддерживают переход на Госплан, поскольку не понимают, что им делать в условиях такого кризиса. Дмитрий, какую реальную клиническую картину происходящего в российской экономике рисуют эти заявления в совокупности? В совокупности заявления рисуют картину следующую, что каждый из акторов этой игры создал свою собственную картинку, собственный такой мирок. Вот у меня за спиной всеми любимая матрица, которую уже все ассоциируют исключительно с нашими выпусками. И вот эта матрица, мне кажется, когда ты вглядываешься в матрицу, матрица начинает вглядываться в тебя. У меня нет ни малейших сомнений, что в том числе и, как ни покажется странно, Владимир Путин понимает контрпродуктивность СВО, я скажу так. Именно поэтому и ведутся регулярные попытки сесть за стол переговоров, потому что глобальные цели СВО какие-то, которые вроде как изменяются, недостижимы, а те цели, которые есть, ну, не сильно радует российский эстеблишмент, потому что, ну, зачем было потрачено столько времени, сил, людей и продолжение, в общем-то, тоже контрпродуктивно. Другое дело, что нужно как-то сохранить лицо, а вот как сохранить это лицо, не очень понятно. Касаемо финансовых наших властей, мы как раз находимся, и зрители наших каналов уже это отметили, что мы находимся в тех декадах, о которых я говорил, и произошло ослабление рубля даже в тех диапазонах, не потому что там был у меня стеклянный шар, хотя, в общем-то, есть мысль его вытереть, я его регулярно использую, в том числе использую мышиные хвостики для предсказаний курсов. Вот, но все, что касается наших финансовых властей, их попытка даже самого обсуждения так называемой плановой экономики, на мой взгляд, это бессмыслица. Невозможно создать плановую экономику, когда вы сами же закрываете не только статьи в статистике, а, напомню, не менее 25% статистических данных уже закрыты, а будем с вами объективны, даже если вы закрываете 1% в сложной формуле, вывести конечный результат невозможно. Это пласты информации, которые между собой перемешиваются в причудливых отношениях, поэтому создание госплана – это, конечно, не только архаика, но и фантазия, абсолютная фантазия. Многие, не могу сказать, что все, но те предприятия, которые встроены в ВПК или в бюджетную сферу, безусловно, хотели бы иметь госзаказ, ну, то бишь такую тихую старость. Боюсь, что реализация их не очень сильно порадует, прежде чем нырять в пучину госплана, было бы неплохо им пересмотреть советские, подчеркиваю, журналы «Фитиль». Не те юмористические сценки, которые разыгрываются актерами, не те юмористические сценки, которые нарисованы в «Союзмультфильм», а там, где съемки велись и ведутся, в прошлом, безусловно, тот момент, когда идет речь о поставках оборудования, о дисбалансе в цепочках поставок, о качестве по выпускаемой продукции. Вот прежде чем ратовать и нашим всем гражданам, которые ратуют за мифологический абсолютно госплан, который все знал и был идеален, это невозможно. Просто, еще раз, такой объем информации не перерабатывает ни одна информационная система, и только как раз набор стаканий, скажем так, исполнения запросов потребителей в виде крупного бизнеса, среднего бизнеса, мелкого и самозанятых, вот этот стаканчик, который заполнен, в том числе, там, до прямо пузырьков, это единственная возможность, как можно удовлетворить потребности клиента и потребителей. Поэтому госплан, конечно, мимо. Касаемо самого ПФА, поскольку я несколько репортажей вел вечерних, уже после закрытия этих дней, самого Санкт-Петербурга, и вот завтра я опять в очередной раз вылетаю на одну из конференций в Питер, где уже буду общаться в более открытом режиме в качестве спикера и модератора, произвел впечатление за эти годы, скажем так, все более и более чиновничество. Чем дальше мы отдаляемся от 97-го года, когда был первый форум в Таврическом дворце, тем меньше становится там предпринимателей, тем больше становится чиновник. Вообще, в целом, если мы говорим об экономике, было бы неплохо всю эту историю вернуть в то состояние, которое было, есть и останется с нами, а именно в, когда наши предприниматели, подчеркиваю, именно предприниматели будут выступать на Петербургском экономическом форуме. Поэтому чиновничий форум на сегодняшний день закончен. Он также будет показывать надувание грелок, он также будет показывать танцы с тросточками, но не будет показывать свою эффективность. Для меня это печальный факт. Китай и Россия по итогам 2022 года возглавили список стран, которые покинули больше всего долларовых миллионеров. Из Китая в прошлом году уехали 10800 состоятельных людей из России, 8500, кстати, это в два раза меньше ожиданий на конец 2021 года, которые были оценивались в 15 тысяч таких лиц. Тем временем в июне морские отгрузки российской нефти ЮРОС в Китае упали почти на 50% к маю. Доля юаня на российском рынке продолжает расти, сообщил Центробанк. В экспорте она выросла в апреле до 23%, в импорте до 31%. Банков Чайна, третий по размеру активов Банк Китая, ввел ограничения на платежи в юанях для российских клиентов в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, потому что, будучи частью глобальной финансовой системы, китайские банки не могут и не будут полностью игнорировать западные санкции, в противном случае они рискуют лишиться доступа к операциям в долларах и евро. Дмитрий, о чем нам говорят все эти новости в совокупности? В совокупности они говорят, что Китай не совсем нам уж что друг, как пел Высоцкий, наш гвинейский друг. Китай занимается, безусловно, исключительно своей политикой. Рассчитывать на то, что Китай будет поддерживать как российских экспортеров, так и импортеров и физических лиц с российским паспортом, иллюзорность. Китай внимательно относится к режиму вторичных санкций. То, что он запасается углеводородами для того, чтобы ими переторговывать, и никак иначе. Не надо тешить себя иллюзией, что у Китая есть иные интересы, кроме китайских. Российская, собственно говоря, четвертая встреча. Я хочу вам напомнить, что когда мне задавали вопрос при визите товарища Си, я кому-то показалось уклончиво ответил на то, что Китай – это многовековая история, что надо с китайцами долго жить и понимать, что Китай только на четвертой встрече можно понять, как прошел визит товарища Си. В Россию. Ну, теперь, я надеюсь, вы хотя бы видите ретроспективу наших взаимоотношений. Состоялось три встречи. Третья встреча была как раз с господином Мишустином по Китаю с китайскими предпринимателями. И там был некий конфуз, который не позволил в том числе им повстречаться с российскими предпринимателями. И в целом, как вы видите, даже на Петербургском экономическом форуме, в котором мы с Евгением только что начали, ориентация происходит не на восток, а ориентация происходит на Африку. С чего бы это вдруг? Да нет, не с чего бы это вдруг, совершенно понятно. В Африке традиционно не только гориллы, большие крокодилы будут нас кусать, бить и обижать, не ходить и дети в Африку гулять. Но там по-прежнему высока степень влияния российской пропагандистской машины, которая со времен СССР никак не ушла. И именно поэтому происходит такая переориентация. Я думаю, что мы в ближайшие месяцы увидим попытку, в том числе и возрождение так называемого нового социализма в африканских реалиях. Ну что ж, в свое время мы присутствовали в Чаде, Судане, в Египте. И вообще нам близок Черный континент. Другое дело, что сырья и материалов там, конечно, много, но они настолько находятся в неудобных местах и нуждаются именно, в первую очередь, в иностранных технологиях, программного обеспечения и научных кадрах и же с ним, то цена вопроса по добыче этих полезных ископаемых, которых у нас сами очень и очень много, настолько запредельна, что снимает вопросы целесообразности и себестоимости. Но ориентация с Китая на Африку за этот неполный год достаточно показательна с точки зрения, кто является другом, в кавычки я поставлю, для Российской Федерации. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Потапенко. Стратегия и аналитика». Мы выходим на канале Дмитрия вот уже шесть лет подряд с 2017 года, поэтому ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже понимать, по каким законам работает экономика и какова цена того, что в нее вмешивается то, что мы ошибочно называем государством, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также лекции и книги от нашего коллеги-экономиста Павла Усанова. Подробности на YouTube-канале Павла, ссылка на него в описании.